Адельхан Ерназаров Пройденный не без ошибок, зато сейчас он может позволить себе оглянуться назад с улыбкой и гордостью. Сегодня он успешный, крепко стоящий на ногах предприниматель, который планомерно идет к тому, чтобы его личные перспективы однажды переросли в пройденный этап. Ведь в этом и суть любого бизнеса. Своё предприятие Адельхан Ерназаров разместил на окраине Кокшетау, на территории Северной промышленной зоны. Района, который в начале 90-х оказался заброшенным и опустевшим. Именно он стал одним из тех, кто в начале нулевых решил освоить пустующие здания и территории с тем, чтобы заняться прибыльной деревообработкой. Наше предприятие было основано в 2000 году и мы пришли к этому как бы спонтанно, можно сказать, но в то же время имеем опыт. Я вот после института работал на машиностроительном заводе, имею инженерное образование. И деревообработка, она была близка ко мне, и я решил, принял решение попробовать себя в этом бизнесе. В течение этих лет, значит, нами было выпущено очень много деревянных изделий. Это столы, стулья, двери, всевозможные лестницы, интерьерные изделия всевозможные для кафе, ресторанов. Ну и задачи разные выполнялись, ну и в процессе, значит, производства мы обратили внимание, что очень много, получается, отходов древесины. И родилась идея создания, изготовления строительных блоков, скажем так, под названием арболит. Арболит – строительный материал с уникальными характеристиками. На 90% состоит из древесной щепы, а также минерализатора и цемента. Сочетает в себе свойства камня и дерева. Превосходит по качествам такие стройматериалы, как газоблок и керамоблок. Собственных средств для создания нового производства не хватало. Однако предприниматель и не думал сдаваться. Ведь именно он в случае успеха становился практически первым, кто решил запустить в Казахстане столь инновационный проект. Поддержка пришла со стороны государства в лице фонда ДАМУ и дорожной карты бизнеса. В данный момент поддержка со стороны государства, связанная с фондом ДАМУ, который субсидирует процентную ставку по кредиту. То есть мы получили по 14% и 7% через фонд ДАМУ мы получаем субсидии. Это внушительная для нас поддержка. И я благодарен этой программе государственной. Потому что производить намного сложнее, допустим, чем просто продавать товар. Если без государственной поддержки предприниматель, получив кредит, будет выплачивать его под 19%, и порой даже с учетом всех комиссионных данная ставка достигает от 22% до 25%, то через институты развития, через фонд ДАМУ данную процентную ставку могут снизить от 6% до 12%. Сумма кредита, который субсидируется в рамках господдержки фондом ДАМУ, составляет 16 миллионов тенге. Эти деньги пошли на закуп необходимого оборудования и пополнение оборотных средств. В сутки на предприятие выпускают до 300 кубометров арболита. Однако это пробный объем. Рынок требует в разы больше. Стоимость стройматериалов составляет 22,5 тысячи тенге. Вполне доступные цены. Сотрудников на производстве 16 человек. В месяц они получают от 70 до 90 тысяч тенге. Адельхан Ярназаров – один из сотен предпринимателей, получивших господдержку в рамках дорожной карты бизнеса. Оглядываясь назад на пройденный путь к собственному успеху, он понимает – дорогу может осилить лишь идущий. А к заветной цели прийти еще быстрее помогает государство, которое также заинтересовано в росте предпринимательства. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok